Дорогие товарищи, может быть, вам сложно в это поверить, но наши друзья-папуасы тоже идут в школу, да, тоже идут в школу, и о том, как много общего между нашими школьниками и папуасскими, мы об этом сегодня поговорим с Николаем Николаевичем Миклух-Маклайм, руководителем Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона, научным сотрудником Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, Институт Востоковедения Российской Академии Наук, ну, конечно же, с основателем и директором фонда имени Миклух-Маклая. Николай Николаевич, доброе утро, скучали по вам, да, здрасте. Доброе утро, я тоже скучал и рад всех слышать, тем более, что опять вернулся из Папуновой Гвинеи, и что рассказать? Да, и буквально недавно. Николай Николаевич, да, давайте тогда сразу самое вот горячее, что удивило великого путешественника? Что удивило? Вы знаете, я так скажу, в этот раз мы отправились с моим младшим сыном Никитой Николаевичем, он сам школьник сегодня пошел в третий класс, и я перед тем, как сегодня отвезти его в школу, спросил, а вот что тебя удивило в первую очередь, и вот что тебе понравилось? Ты был в австралийской школе, ты был в Папуновой Гвинеиской, и тем более не в обычной, а именно в удаленных деревнях. Он говорит, ты знаешь, мне больше всего понравилось, что там нет парты, можно сидеть на земле, и там все играют. Вы знаете, потрясающая ситуация, мы же в тот раз помогали и специально даже нашли поддержку, и купили им стулья, поставили им парты, а тут, оказывается, вон оно как. Детям, оказывается, российским нравится, когда парт нет, и можно сидеть на земле. Поэтому, действительно, в Папуновой Гвинеи, вы знаете, есть достаточно много школ, не все они, к сожалению, не оборудованы, и не все идут, конечно же, 1 сентября. 1 сентября, кстати говоря, празднуют День Отцов, представляете, вот в этой части света. Они начинают свой год немножко по-другому, сейчас у них нет каникул таких, как у нас, они, откровенно сказать, с завистью смотрят на то, что мы три месяца отдыхаем. Это же потрясающе, они такого себе позволить не могут, и только вот на Крисмос, ну вот в Новый год, у них там есть порядка полутора месяцев отдыха, ну и еще другие каникулы в периоде всего обучения, то есть сейчас они учатся интенсивно, у них нет такого вот праздничного дня знаний, поэтому им, конечно, ну, надо еще это доработать. Николай Николаевич, а вот пару слов-то, раз уж обмолвились, раз, там у них, товарищи Папуасов, 1 сентября День Отцов, вот это отдельно, конечно, заслуживает нашего самого пристального внимания, но хотя бы в двух словах. Фигура отца, вот, она что из себя представляет, особенно в сравнении с тем, что мы сегодня имеем в нашем современном обществе? Ну, первое, достаточно приятная вещь, это как, что отцов, их дети, идут в ресторан, угощают, и стараются действительно оказывать им всяческое внимание, то есть это приведено. А сколько, Николай Николаевич, там в среднем-то вот таких поводырей-то в семье, в ресторан? Вы знаете, в ресторанах, там, где есть города, так-то, конечно же, просто оказывают внимание, но это пошла традиция у них от австралийцев и вообще, в принципе, от того мира, который на них повлиял, англосаксонский, скажем так, что-то в нем есть и позитивного, и негативного, как в любом, наверное, как нам кажется, но в любом случае эта культурная особенность существует. И вот они это взяли, к отцу они, независимо от того, что 1 сентября относятся с большим уважением, и отец, конечно, глава семейства, независимо от того, что в разных регионах есть такое, что наследство передается по девушкам, вы помните, да? Все равно отец... Николай Николаевич, а приходится в семье папуасскому отцу доказывать, что он отец, что он достоин, что ему надо доказать, что он глава семьи. Вот имеется вот эта вот бодяга вся с партнерскими вот этими отношениями, как в бизнесе, как будто. Где еще партнеры? Конечно, в бизнесе. Я сейчас всегда говорю, ну, хорошо, закончился проект, и разбежались, да, бизнесмены, они же не до гроба жизни друг с другом сотрудничают, правда? Что же мы тогда ожидаем от семьи, если мы их называем партнерами? Ну, вот, проект закончился, побежали дальше. Не приходится мужчинам доказывать, что у нас какая позиция? А ты еще вот, а ты еще покажи, что ты тут достоин быть, например, главой семьи. Давай-ка, ну-ка, ну-ка покажи, как это говорят. У них нет такой проблемы? Вы знаете, ну, смотрите, традиционно, давайте так, мы помним в сваре прекрасно про обязанности отца и девушки. Самую тяжелую работу делает кто у нас ежедневную? Женщина. Самую тяжелую работу, не ежедневную, и ответственную, и важно, делает мужчина. То есть построить дом, участие в военных действиях, защищать свою семью. Это все мужчина. Носить воду ежедневно, готовить, стирать. Это женщина. А что делает мужчина, когда женщина ежедневно занимается тяжелым трудом? Как она считает? Потому что другие женщины так не считают, и наши в том числе никогда этого не считали. Потому что кромыслы – это женская работа. Стирать белье и воду носить – это тоже женская работа. Что делает мужчина в это время? Как мы говорим традиционно, лежит на диване, чешет пузо, как мне сказали. И вот он, почему же он сидит и вот так отдыхает? Так вот почему? Потому что ему надо силы набираться. Вы же помните, да? А вдруг какое-то событие нужно делать. И вот как бы не было смешно, шутки вот эти все шутками. А ведь действительно традиционно. Вот получается такая история. Если бы он занимался обычный, нормальный, классический мужчина в классическом участии. Если бы он каждый день наравне таскал ведра и стирал бы вместе с супругой, с партнером. То если бы враг у ворот деревни, а он уставший лежит. А он целый день устал. Да. Да, он копье поднять не может. Лук не может натянуть тетиву. Да, и это тоже так. Вы же помните, мужчины всегда выделяли себе место для того, чтобы поговорить, обсудить что-то. Не давали женщинам входить в эти секреты. Ну, да, действительно, это мужское общество. И мужчины во многом руководили. И женщины получили сейчас много свобод. Конечно, им хочется, как любому ребенку, который только получает эти все возможности, как любому человеку, наверное же, все реализовать то, что не было реализовано. Но я думаю, что это все очень индивидуально. И в этом наша с вами задача – знакомиться с различным миром, знакомиться с традициями, и в том числе и попуасками, и показывать, насколько они позволяют быть счастливыми людям в семьях. И традиционных, и с большим количеством детей. Да. Николай Николаевич, и так, значит, папашу вчера водили в ресторан. По англосаксонской традиции детишки кормили, поили, поздравляли. А вот если говорить о школе, опять же, да, у них есть... Вообще школа к ним пришла только с внешней экспансии? Или у них есть какие-то традиционные... Или школа жизни, она, в принципе, и до сих пор преобладает над образованием официальным, где бумажки выдают? Официальное обучение происходит на английском языке. И поэтому это, конечно, пришло вместе с протекцией и с влиянием австралийцев. После Первой мировой войны они там находились. До 1975 года так или иначе имели особое серьезное влияние. И несмотря на то, что страна многоязычная, когда ты даешь обучение на английском языке, безусловно, это влияние английского языка происходит не только в качестве образования, это и в качестве, скажем так, не гласного, но государственного языка, потому что все документы используются только на английском. Но, несмотря на постоянное образование, которое дается на английском языке, оно не может быть идеально воспринято, потому что очень многие, живущие в деревнях, заняты своими делами, заняты именно работой по дому и говорят на своих местных языках. А их, как мы говорили с вами, уже 829 папуновых венеев, каждый папуновых венеец 2-3-4 языка. Четыре языка уж точно должны знать. И в этой связи, когда это не твой родной язык, обучение не всегда происходит на самом высоком уровне. С этим борются и стараются действительно дать большее количество знаний по поводу языка, чтобы образование было хорошим. Но школы... Николай Николаевич, а вот сразу вопрос тогда. С учетом того, что действительно трудно учиться на чужом языке, такая ситуация, вот как сейчас в Прибалтике, условно говоря, русских детей заставляют учиться на эстонском, и это языки абсолютно из разных языковых групп, и даже если не брать политику, то я вот так представляю, ты с детства говорил на своем родном языке, и вдруг ты начинаешь учиться на другом, и количество информации, качество, я уж не говорю о языке непосредственно, о самом, оно, скажем так, мягко говоря, страдает. Вот школьная программа, с учетом того, что на чужой языковой базе все это основано, в сравнении с нашим школьным курсом, то есть у вас ощущение, что они до какого класса примерно доучиваются, вот если нашу систему 11-летнюю брать, там до седьмого, до пятого? У них всего 12 классов, то есть есть начальная школа, есть средняя школа и есть высшая школа. Вот до средней школы большинство доходит, а высшую школу, если ты заканчиваешь, что после этого можно идти в университет, и в основном это многие могут пойти, и я вам должен сказать, что практика была такова, что не очень многие поступали в университет еще 20 лет назад, это вот в начале века, а сейчас даже процент женщин, порядка 60% женщин в образовательных учреждениях, высших образовательных учреждений Папу-Ново-Гвинеи. То есть это означает, что они неплохо проходят образование. Интересно, вы знаете, что действительно в деревнях удаленных, ведь я же в деревнях нахожусь не туристических, а там где не ступала нога, не просто исследователи, а вообще многих белокожих людей, там действительно хорошо организованы школы. И несмотря на то, что добираться достаточно далеко, бывает по несколько часов, то они организовывают такие небольшие деревушки, и для тех людей, кто должен добираться далеко, и в этих деревнях, и в этих домах, точнее, небольших построенных рядом со школой, живут те, которым больше двух-трех часов добираться до школы в течение всего, всей недели они там находятся, потом возвращаются домой к родителям. Николай Николаевич, вопрос. Слушайте, а вот в связи с тем, что они так вот относятся к такому западного типа образованию внимательно, а живут в основном очень традиционно, и мы до сих пор удивляемся, что уклад жизни мало изменился по сравнению с тем, что ваш предок обнаружил там сто с лишним лет тому назад, в этих землях, у них есть какая-то программа по переводу образа жизни на какие-то новые рельсы, я просто хочу понять, зачем им европейского и там западного типа образования в принципе, ну, хорошо, нужна им, необходимо им какое-то количество управленцев, допустим, да, ну, понятно, но если страна не собирается, ну, условно говоря, переходить сквозь индустриализацию, да, в чем, например, мы были, мы нуждались в 30-е годы прошлого века, да, то зачем это все образование массовое? Ну, именно, наверное, для того, чтобы в конце концов к этому прийти, потому что дело в том, что так или иначе, инфраструктура сейчас в Папу-Ново-Юни нехорошо развита, недостаточно развита, в этой связи многие заперты в своих деревнях и не так мигрируют в крупные города. Когда эта инфраструктура начнет развиваться, они начнут мигрировать в города, как мы помним, так же, как и в России когда-то, и начнет происходить индустриализация, когда сельское население начнет переселяться в крупные города. Такое происходило, и такое, очевидно, будет происходить и в Папу-Ново-Юни может быть, не в значительной форме, как у нас, потому что там все-таки своя земля. У нас в советское время земля была общая, а здесь все-таки своя частная земля, из которой они, кстати, могут получать хороший доход, если вдруг там даже полезные ископаемые найдут, которые достаточно немало или что-либо. Это все идет к клану, идет непосредственно тем, кто на этой земле вырос и кто родился. Но так или иначе, государство старается сделать все возможное, чтобы дать образование, потому что, конечно же, будет и цена продукта итогового, который они будут производить, если он будет делаться местным населением многим дешевле. Потому что экспатов сейчас достаточно много, которые занимают высокопоставленные должности. А напомните, пожалуйста, Николай Николаевич, что является основным продуктом, еще раз, экспорта Поповного и Гвинеи? То есть, за счет чего они торгуют за границей? Давайте несколько основных позиций. Это какао, прошу прощения, кофе. Это одна из основных позиций. Какао недавно выросло в четыре раза. Тоже достаточно интересно. Конечно, нефть, дальше золото в первую десятку входит, древесина, кобальт. Ну, вы знаете, мы как-то были на семинаре, который мы организовывали, назвали это таким образом. Золотой остров в океане нефти. Вот приблизительно так. То есть, достаточно много природных ископаемых. Земля достаточно богатая. И поэтому, конечно же, в той или иной степени, через некоторое время, это будет развитие инфраструктуры. А для этого нужно образованное население. Николай Николаевич, а у вас сложилось ощущение, что местное руководство, после того, как австралийцы в 1975 году соизволили отчалить к себе через море и океан, они в полной мере являются суверенными? Либо это такие, скажем так, марионеточки, элегантные, в костюмах, а рулят на самом деле какие-то транснациональные корпорации, которые разрабатывают эти богатства? Транснациональные корпорации, к сожалению, влияют на все, потому что они везде так или иначе дают работу, дают деньги. И, соответственно, деньги, к сожалению, так или иначе решают очень много. Китайцев в Папу-Ново-Гвине большое количество, вы знаете, что за счет экспансии финансовой помощи они оказывают серьезное влияние, пытаются занять определенное место. И многим больше, чем австралийцев, я вам должен сказать. Поэтому, несмотря на то, что желание, конечно же, есть влиять на то, чтобы это было более зависимое государство, изменения последние годы достаточно значимые. Вы меня спросили по впечатлению, я вам так скажу. Вы знаете, я посещал также и Центральную Австралию, там аборигены, и для них созданы условия все. Вот у меня есть, когда я на них смотрел, мое впечатление, опять же, это личное впечатление, что они не выглядят независимыми. А вот мои папуасы выглядят, несмотря на то, что аборигены одеты в хорошую одежду, а папуасы вроде бы и нет. Потому что это внутреннее состояние. Николай Николаевич, а какое у вас сложилось впечатление именно от общения с настоящими папуасами? Как они-то сами смотрят на вот эти, ну, те, которым довелось, например, побывать в этих крупных городах, да? Как они смотрят на эту историю с цивилизаторством, условно говоря, в кавычках, населения, да? И к покушению, ну, в смысле, мировых корпораций на их исконный образ жизни? Потому что, может быть, они станут богаче в долларах, но у меня нет ощущения, что они станут счастливее или радостнее от этого. Ну, как мы понимаем, сначала получая доллары, ты занят тем, чтобы их потратить, а потом ты только понимаешь о том, что, может быть, счастье не в этом. И это используют, безусловно, крупные корпорации, давая достаточно хорошие деньги, может быть, местному населению, если вдруг они находят какие-то полезные ископаемые на их территориях, таким образом пытаясь, да, оказывать влияние и, соответственно, наладить какие-то контакты. Но я должен вам сказать, что люди, которые воспитываются на земле и которые получают ежедневные традиции, ежедневные истории о своих традициях в Санкане, даже если они выходят на серьезные позиции в правительстве, они всегда помнят свою землю, всегда помнят свою деревню, всегда возвращаются по случаю своих праздников и очень серьезно ценят вот это уважение к старейшинам, уважение к своим традициям. Это они не забывают. Нет, возможно, через несколько поколений, если это оторвется и население начнет жить в городах, то население, которое будет жить в городах, начнет, безусловно, меняться. Но сейчас традиции достаточно устойчивы, и это потрясающий мир, где мы можем увидеть, как проходит инициация, как проходит действительно сохранение тех традиций, которые были веками. И в то же время тут же рядом есть и школа. Вот это все перемешалось, давая возможность, наверное, увидеть этот уникальный мир, разговаривающий на английском языке, представляющий возможность действительно нам окунуться в то, что видел когда-то Николих Маккай 150 лет назад. Да, но не забывая о том, что помимо английского еще языка 3-4 они знают, да? То есть, в принципе, можно сказать, что папуасы – это у нас такая нация, ну, если говорить она в европейских каких-то формулировках, нация полиглотов. Евросоюз, который мечтает о билингуальности, которой реально нет никакой в провинции европейской, да? Вот, в принципе, папуасы их в четыре раза, в пять сделали. Николай Николаевич Миклух-Маклая, основатель, директор фонда имени Миклух-Маклая, в школу идут папуасы?